этот фильм мне подарил один известный блогер который приехал сюда вихляндию для того чтобы снять фильм про эту усадьбу сказочную для того чтобы потом сделать компьютерную игру вот так как красиво сказал уже за рубежом есть какие-то 3d и игралки вот он несколько тысяч три дня снимал фотографии хозяин разрешил ему это бесплатно делать и он как благодарный вот этот съемчик подарил мне фильм снятый там на квадроцикле или квадрокоптере или на вертолете ну короче такая машина которая вверх летит и и смотрите какое качество вот я вам скажу про эту усадьбу вы увидите это усадьбы уже то есть я ее оформляю десятый год то есть дом наружи ну лет восемь стоит все и сейчас вот эта съемка покажет тут смотрите в каком качестве вот этот фасад выдержал морозы минус 30 дожди солнца вот вот это сложнейшая крыша которая вот ведь она не чем она сложная она не по уровню сделано потому что дом косой кривой и ни один плотник не захотел собраться меня пришел мне пришлось эту крышу делать самому выбрать ее а потом таджики и и пришла бригада таджиков и и короче ее обшили деревом но ответе на задранные концы у ней и крыша на металлическая и наверху нету уровня виде поэтому по-другому не получалось сделать крышу вот там такая своеобразная то есть вот на этот дом ушло где-то примерно 300 дней то есть два года два сезона устроил потому что зимой мы не работаем то есть пока я делал улицу в три таджика делали кладку ну как мы его строим не эскизов не проекта то есть с хозяина поговорили будем строить так горит не так хорошо чего устроить он есть дом я в бане буду жить он жил в бане ему даже свой телевизор такой хозяин олигарх которому он чистый русак казак его отец военный и он как будем донской казак короче это с этого очень нравится сказка вот нему сделал забор рядом в этом городе делал детский парк три богатыря и он меня пригласил сделай мне что нибудь ну гоню давай каменчик камин у него бане там камин ну то я посмотрел вот увидите внизу зеленый этому находит это хозяин володя царь бенедеева а жил он в этом деревянном дом дома дал он мне перед живите вам нужнее я сам пошел жить на чердак я говорю ну слушай володя стыдно говорю мне стыдно что ты живешь на чердаке у тебя даже света нету и по лестнице ночью лазишь мне пришлось это сделать ему лестницу винтовую свет провести и говорю давать дом тебе построить а то у меня есть дома у тебя нет вот это и есть россия славяне которые приняли мне в семью теперь он не обратно своим называет не знать старшим младшим я ему говорю володя ты понимаешь что теперь тебе даже умереть не за тебе семью хохлов колесниковых надо кормить понимаешь то что нашишь много у меня три зятя три дочки три внучки понимаете кто их будет кормить у нас на украине работы нет я там нафиг никому не нужен ладно тогда я буду жить 120 лет начал устроить дом а чтоб как дом строить мы устроили уж таджики я только рассказывал руками махал куда кирпичи ложить а чтобы не скучно ему начал двор оформить беседки там цветочники и вот давите вид сверху там ангуре речка у нее травите речка текет я говорю возьми экскаватор раскопаю пока никто не видел тебя будет широкая речка и смотрите потом лодку купим и будешь это гондольером будешь девок возить он девчаток любит вот это вот он и по вот этой речке будем же шнулись как его не могу раскрутить чтобы лодку купить я чувствую придется мне и купить потому что ему как бы не особо на вот видео такой вид сверху потихоньку потихоньку пока ему беседку строил люди таджики там залили фундамент фундамент он всего на метр в землю закопанный я не помню там три машины на ушло бетона на него этот поскольку там по по 10 кубов по 12 30 кубов бетона ушло я сделаю виде стакана то есть фундамент нет я не понимаю мне три класса образования там промерзание замерзания вот просто выкопали штыкаю лопатой таджики выкопались юсб поставили опалуку там шив три ряда сделали арматуру там десятку наверное ну там есть этой фотографии как мы это делали и эти сделать типа стакан такой плавающий фундамент но были у меня там небольшие ошибки дум этот построенный с газа силиката он достаточно легкий армированный вот видите вот это в бане раньше надяно деревянная так по потом дорожки мы начали делать настолько умный беренге говорит ну хочешь делать что ты хочешь хочешь то и делать и вот то так мы начали мог делать усадь а потом народ смотрит пацаны а чудо такое строите кому это строить это парк не не парк а а там рядом не дорог ничего нету подъехать нет игру володя ну что делать он говорит так или что-то денег вот этот доллар там сколько ну 30 70 стал не горит так тяжело погружу давай говорю билеты будем продавать народ будет ну кто хочет поддержать столько пойдет там 100 рублей часа сделаем дорогу отсыпем там и вот он поставил билеты народ пошел и с удовольствием пошел на посмотреть как он деньги пошли мы стали дорогу отсыпать вот речку благоустроить это я ему сделал такую дом пирата маньяка антон он написал что 100 102 года вот такой домик пирата это эскизы бориса туганова я о мы его по интернету с ним познакомились он жил в питере и он то ли с афгана то ли не знаю там контужен или не короче такие эскизы делал что только вот володя мне разрешил по ним работать просто другие не вообще не понимали что это такое я бориса при пригласил в москву он взял велосипед сел в поезд и на велосипеде в серпухов короче приехал такой смешной был поработали мы 3-4 года с ним он работал с нами в серпухове на другом объекте и нарисовал куча гениальных эскизов которых еще на роли 10-20 народ не будет воспринимать вот володя вот этот бериндей ну повелся на вот этот дом кто захочет себе череп с костями не вот володя дал а я понимал что только здесь я могу такую работу и сделать вот ему сделал домик пирата маньяк антона то есть вот эти все лодки это его любовниц это его там подружки с которой по жизни шли он никого не обижал и там даже каждый каждая лестница имя девушки которые там или его обижал или он их обижал это письмо тоже тоже он сказал какие имена я не написал в этом домике пирата маньяка он лишь маньяк у нее вот это там куча имен девушек а вот это вход вот такой мы вход сделать начали мы с этого забора потом вот этот у не этот дом деревянный ведь я его сетку пристрелял и обштукатурил там где-то 8 9 10 лет вот этот домик деревянный стоит под бетон я как по получать за как бы в этом домике я уже там 8 лет мы каждый сезон приезжаем и я живу в этом но смотрите он какой интересный дом то есть ну я куру володи сколько один три этажа или 4 вы хочешь проблему могут конечно хочу мне скучно ну круто достроим 4 этаж потому что его по конституции нельзя четыре этажа отстроить ты его потом не ставь на мой век хватит а кто хочет выпуска издает вот ему построить 4 4 это что такой вот там у меня типа кабинета находится ну там еще и звездное небо надо рисовать есть фильм как внутрянка дом отдельный при желании вы можете зайти на канал и найти а как там в доме устроен но особо туда не пускает людей уже когда си губернатор прижать двери приходится открывать или там как у меня генерал армии то есть друзья там приезжают или пролетают вот они на вертолетах то он приходится открывать но уж ему построить скоро скромненький домик это там уже надоел он для меня большой я ему уже есть эскизы как сделать ему поменьше да вот смотрите там наверху вот такая девушка ну она это эльфийка такая вот она сидит и и смотрит и вот это какой-то и забыл как эта хрень даже имя за том году я сделал недавно вот он сидит зубы всем показывать люди фотографируется вот такой мостик мы сделали сухой овраг потому что здесь вода очень близко грунтовую воду там на метр на полтора и чтобы мне какой-то ландшафт сделать из-под дома отвести вода и такой сделал сухой овраг или просто для ландшафта и потом вот на такой гостевой домик построили это давайте назовем домик бобовых степель он там стоял на двух точках ну когда вот эти маленькие домики поставили началась вибрациям и пришлось от третьего форму сделать эту работу делала моя дочка лена то есть я только вывернул каркас и сделал конструкции а все остальное художки делала на эту . я там мне денег не было мне пришлось ехать в казань зарабатывать или в воронеж уже не помню уходить на другой объект то что он всю бригаду не мог нам выкинуть но потом уже пошли люди пошли билеты и уже получается что и я опять приезжаю начинают застраивать этот дом вот видите какой дом крыша здесь это домик пенопластовые он теплый там теплые полы сделаны то есть ним спать можно но пока руки не доходят его запустить туристы приходят сюда смотрят ну хозяин живет назовем правильной жизнью он не рвет не гребет живет потихонечку и чем судьба дает он это просто принимает эти цветы очень любит у нее там вот здесь там целая бригада девчат которые в казельке живут они ландшафтный дизайн так не следят за этим цветами я я цветы как бы не люблю яких бетоном сделал бы и один раз вот как цветочки мы даже и поливать но он будет нет надо цветочки надо чтобы это так хорошо и вот смотрите вот так вот фасад и краска вот это оно восемь лет стоит краски не делает специальная фирма она 15 лет и работа одной краской это такой если чп регион называется он находится на украине херсонской области мой друг и делает краску нам этой краской красит черепицу водоемы и вот он ее адаптировал под художественные краски то есть она стойкая и глянцевая я ей не лакирую не лакирую ничего это вот так она стоит вот будем восемь лет там шесть лет спустя то есть вот не трещин не того вот она затекает там краску конечно приходится сложно доставлять доставать доставлять ее везем ее с херсонской области вот будем говорить ваш козельск вот вот эти вот стены не пенопластовый навесные все технологии такие а вот эти стены с газосиликата сделано вот будем гореть ответе крышу сейчас ближе показывают тут крыша тоже бетонная над сделано гидроизоляция вот так она стоит уже там 7 8 год вот мы видим здесь немножечко рвануло и краска видована да гладкая я чуть-чуть где-то отстрелил а так вот в хорошем состоянии весь фасад вот так он работает вот это у него видите окошко это у нее там типа оранжерее и спарка то есть цветы там аквариум там тоже внутри тоже все с бетона сделано но стены здесь достаточно толстые они сделаны с газосиликата в два кирпича ли как кирпич назовем между ними два ряда кирпича стоят наруба между ними прослойка в 10 сантиметров и вот эти стены внутри они фольгоизовым отбиты и получается ну и коронированный таким то есть вот инфракрасные лучи ну остаются внутри дома то есть типа как сам и потом идет воздушная прослойка идет потом второй газосиликат и потом идет гипсокартон внутри коридоры которые там общественный то есть не спальни мы делали с бетона делали лепку там с гипса если есть фильм отдельный будем говорить фильм а вот это смотрите такой вот у меня дракон который поймал барашку и это барашка на крыше с ним бодается на них она не боится этого дракона видит дракон с такими вот вишнями и вот видите такая ветка под 6-7 метров представлять она тонну 2 весом для такую конструкцию вырежу по настояла вот присмотреться такие здесь такие штыри чтобы никто не не напал мне на дом не взяли приступом вот витек а здесь крыша вот великолепно выдержала ну считайте сколько лет мороз солнца все это но держится покраска когда вот эту мы делали эльфийку там были леса и дочкой раскрасила в это время летал орел и прям бросился на ленку чуть не сбросили с леса потом что-то испугал ну как прочее увидел что это не баран это моя дочка и и как решил не мешать ей красить мог была такая история что крылом чуть не ударил ленка которая красила эту эльфийку вот он решил скинуть несколько фоток а какой здесь фундамент вот смотрите вот это реальный фундамент который находится под этим дом то есть не знаю как на полтора на два на три метра вот залили фундамент залили плиту и вот видите первый камень сюда хозяин деньги то я закладываю первый камень хозяину питье стоит рядом со мной и ну принес какую-то серебряную монету и вот этот таджик рэпшан или рома как мы его назовем уже со мной 10 лет работает фактически вот три человека построили этот долг после нигде нажили по 100 кирпичей то есть на него ушло 4000 то есть за 40 дней него построить его смотрите как верю кирпич фольга изол воздушная прослойка вот такие плиты мембраны мы лили соединяли все это вели бетономешалкой вот стены эти были выносные и жива нелегкий мы их пенопласт есть такие технологии вот опять юсб мы так делаем подпоры очень сложно было делать плит или тему как чисто не лить их ведь их легко вот все таки поставить опалубку ну это теперь стену это пенопласт вот такое пошло оформление мы с ленкой его то есть пока не лепили мы уже снизу начали ляпать его видите подвесные леса на профилях все это вываренное поставленное вот и то есть потихоньку потихоньку каждый делал свою работу и вот на этот грудь на этот дом там ну что-то я считаю что 300 дней мы по полгода работали у него то есть это два сезона мы два года строили все это вот